Друзья, мое путешествие из Москвы в Карелию продолжается, и сейчас я нахожусь в Гатчине. Гатчина – это Гатчинский дворец. Гатчина – это пригород Санкт-Петербурга, небольшой городок. И с чего хотелось бы начать? Санкт-Петербург, он также известен и своими пригородами, то есть городками или поселениями-спутниками. И вот как раз-таки Гатчина – это один из пригородов Санкт-Петербурга. Троцк, Красногвардейск и теперь Гатчина – самый крупный населенный пункт Ленинградской области. Здесь находится государственный художественно-архитектурно-дворцово-парковый музей-заповедник Гатчина, который вместе с центром города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город привлекает внимание уже только своим названием. Откуда оно появилось? Версий много, но самые интересные следующие. Изначально на месте данного города находилось село Ходчина. Оно же впервые упоминается в новогородской писцовой книге 1499 года. По легенде, названо оно было в честь языческой богини Хачены, капище которой располагалось именно на месте современной Гатчины. В середине 17 века первая буква названия постепенно сменилась на Г, село перевоплотилось в Гатчина. Своё современное название деревня приобрела в конце того же века. Другой вариант названия Гатчина пришёл от слова «гать», что означает «дорога», проложенная через топкое место. А по версии поэта Рубана, название город получил от немецкого выражения «хатшуне», что означает «имеет красоту». И я вам скажу, здесь и правда есть чем полюбоваться. Архитектура города – один из наиболее ценных памятников русской градостроительной культуры 18-19 веков. Императоры здесь в своё время утверждали проект каждого дома, так как Гатчина являлась личным имением. Поэтому Гатчина – это в первую очередь место, где среди достопримечательностей множество зданий. Гатчинский дворец. Уже издалека он пленит не просто красотой, а сказочным духом. Здание построено в виде старинного замка. Выложено оно дорогим пудостским камнем. В создании замка участвовали как русские архитекторы – Захаров, Варохин, Кузьмин, так и итальянские – Антонио Ринальди, Винченцо Бренна. Интерьер дворца поражает своей роскошью. Многие ценности и произведения искусства этого дворца были приобретены в странах Европы. В стенах дворца вы также сможете наблюдать фотографии прежнего интерьера и понять, как дворец выглядел раньше, и насколько точно удалось его отреставрировать. Гатчинский дворец. Собственно говоря, почему я сюда и приехал, и заехал, он был резиденцией наследников престола. А кого именно? А именно Павла Первого и Александра Третьего. Ребята, если вы, посмотрев это видео, захотели ехать сюда, то я вам рекомендую вот эту гостиницу в Гатчине. Называется Гатчина. Все просто. Ее нет на Букинге. И мне сказали, что Букинг берет комиссию, они не хотят ее платить, и поэтому они не размещают эту гостишку на Букинге. Вот так, поэтому на Букинге ее не смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как не защищена? Приоратский дворец. Дворец расположился на берегу Черного озера. Это единственный в России памятник архитектуры, который был построен по глинобидной технологии. Название дворца пришло от латинского слова Prior, что означает монастырь. Изначально это здание строилось как место пребывания рыцарей Мальтийского ордена и называлось просто Приорат. Существует легенда, которая гласит о том, что между кабинетом Павла I, находящимся в часовой башне, и Приоратом есть подземный ход. По крайней мере там имеется туннель расстоянием в 100 метров, и точных данных о том, для чего он там нужен, нет. Дворец с разных сторон выглядит абсолютно по-разному, что и было задумано архитектором Николаем Львовым. У нас вот так в большинстве своем, посмотрите, если на знаковые какие-то дворцы, везде можно наблюдать какую-то симметричность. А здесь нет, здесь это отсутствует. Ну и конечно дворец этот очень круто вписывается во всю природу, в этот парк. Конечно красиво, красиво. И золотая осень. Например, кухня больше походит на русскую избу. Но если смотреть на замок с южной стороны, то он напоминает капеллу. Березовый домик находится в Гатчинском парке. Это павильон, который построен одновременно как в фэшн-стиле, так и пасторальном стиле. От французского пасторали, сельский. Внешне представляет собой имитацию поленницы дров березы, а внутри здания находится зал с зеркалами, диванами и картинами. Комнатка здания составляет всего 25 квадратных метров, но оформлена она в классическом стиле с обилием зеркал. И кажется гораздо больше. Павильон Венеры на острове Любви. Самый романтичный павильон на территории все того же Гатчинского парка. Павильон Венеры расположен на берегу Белого озера. Причем место выбрано настолько удачно, что создается ощущение, будто павильон богини любви, будто вырастает из воды. Постройка появилась здесь после того, как князь Павел Петрович вернулся из свадебного путешествия по Европе, где во Франции увидел аналогичное здание. Вернулся в Россию и решил соорудить точно такой же на территории Гатчины. Горбатый мост. Продолжая прогулку все по тому же Гатчинскому парку, вы не сможете не заметить его главное украшение. Мостики. Но один из них заслуживает особого внимания. Горбатый мост, который находится в центре Белого озера. Из него можно увидеть многие постройки парка. Покровский собор. Самый большой собор Ленинградской области, освященный в честь Богородицы. Собор строили сами жители. Жертвовали деньги на его строительство. Приносили материалы для строительства. Помогали и физическим трудом. Карьеры в новинке. Местные жители называют воду из карьера изумрудной. Так оно и есть. Цвет воды невероятен и создает особую атмосферу спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok